Житель Люберец обратился в редакцию телеканала ЛРТ с жалобой на состояние многоквартирного дома по улице 3 Красногорская. Мужчина просит управляющую компанию заменить электропроводку, а также обратить внимание на газовые отопительные трубы. В ситуации разбирался наш корреспондент. Дом номер 33 по улице 3 Красногорская построен в 1974 году. По словам Руслана Светличного, в девятиэтажке ни разу не проводился капитальный ремонт. Обратившись в ЛГЖТ, молодой человек выяснил, что дом стоит на очереди. Необходимые работы проведут в 2026 году. Однако житель беспокоится, что до этого времени газовые трубы просто не доживут. Отопительные трубы выработали свой ресурс, к ним даже невозможно приручить новые радиаторы. Сантехники за это уже просто не берутся. Там только начинают что-то делать, начинают сыпаться ржавчины. В нашем доме зимой уже стало прохладно. Я стал звенить в ЛГЖТ, узнавать почему. Там мне наконец признали, что уже просто опасаются подавать высокое давление в нашу отопительную систему, чтобы не было прорывов. Самым первым и обязательным шагом для досрочного включения дома в программу капитального ремонта является общее собрание собственников. Так как по этому адресу его не проводили, в ЛГЖТ нет никакой конкретной информации. Для того, чтобы заняться этим вопросом, сотрудники управляющей компании должны получить протокол от жильцов дома. Управляющая компания собирает пакет документов для включения дома в программу капитального ремонта. И далее отправляет эти документы в администрацию для последующего отправления их в фонд капитального ремонта. Окончательный ответ зависит от нескольких параметров. Перед тем, как одобрить проведение капитального ремонта, специалисты учитывают год постройки дома, дату последних проведенных работ, уровень износа и платежную дисциплину собственников. И лишь пройдя все эти испытания, жители дома могут рассчитывать на капитальный ремонт. Луиза Егязарян, Дмитрий Шарапов, Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok